Всем привет. Пинск, город областного подчинения, расположенный у слияния рек Пина и Припять, центр Пинского района Брестской области Белоруссии. Пинск, крупный культурный и промышленный центр Полесия. Крупное религиозное ядро страны, центр католической и православной епархий. Неофициальная столица белорусского Полесия. Исторически значимый населенный пункт региона. Название дано по расположению на реке Пинё, левом притоке Припяти. Гидроним от основы Пин, остановка, пристань, водоворот на реке, запруда. По другой версии название реки связано с древнеиндийским Пинас, жирный, толстый, плотный. Согласно еще одной версии, гидроним Пина имеет иллирийское происхождение и означает болото, топ, тина, грязь ил. Пинск в составе Туровского княжества в начале 13 века. Днем рождения Пинска считается 5 ноября 1097 года, зафиксированное в летописи как «Город Пинск». Там же Пинеск. В списке середины 17 века в составе Киева Печерский потерик под редакцией Иосифа Тризна имеется комплекс Туровских уставов, в состав которого входит уставная грамота о поставлении Туровской епископии, согласно которой князь Великий Киевский Василий. Владимир Святославич в лето 6513-1005 года предал Туровской епископии вместе с другими городами и Пинск. В составе Туровского княжества, 11-12-13 века, поселение было в составе Туровского княжества, в период 11-13 веков. 1005. Упоминание в уставной грамоте о поставлении Туровской епископии. 1097. Первое летописное упоминание Пинска. Пинеск. В повести временных лет. 1174. Столица самостоятельного Пинского княжества. 1183. Упоминание пинских князей, Ярослав. 1183. Иерополк. 1190. Пинск находился тогда в центре Туровского княжества, имел торговые связи с Волынью, Средним Приднепровьем и другими областями. Краями. Руси. 1263. Письменное упоминание о православном храме, монастыре в предместилище. В составе Великого княжества Литовского. 14-15-16 века. 1320. Князь Гедемин присоединяет Пинское княжество к Великому княжеству Литовскому. Конец XIV века. Пинск на Пин. Упомянут в летописном списке русских городов дальних и ближних. 1396. Общепринятые даты основания в Пинске костелу францисканцев. 1471. В городе правит княгиня Мария, вдова Семена Олельковича, который принадлежал к роду Гедемина. Большое количество грамот позволяют ссылаться на первые упоминания деревень Пинщина. 1521. Король польский и великий князь литовский Сигизмунд I передал Пинск своей жене королеве Боня. Наполесье она известна тем, что активно начала проводить аграрные реформы. 1527. Перед стенами Пинского замка остановлен поход отряда крымских татар, которые уничтожили северо-восточную часть Пинска. Это был последний набег татар каких? Куда? 1566. Второй по значимости город Брестского воеводства. В составе Речи Посполитой. 17-18 века. 1569. После объединения Литвы с Польшей в Речь Посполитую Пинск стал центром Брестского воеводства. 1581. 12 января получил Магдебургское право и печать Мейскую. В красном поле, барочного щита золотой натянутый лук, стальной наконечник стрелы направлен влево, изображение которой позже станет гербом города. 1631-1675. Строительство иезуитского коллегиума. 1648. Восстание горожан против прихода католической веры. Войска Богдана Хмельницкого были приглашены в качестве наемников, но сбежали как только увидели, что к городу подходят войска Януша Радзевила. При подавлении восстания было убито от трех до пяти тысяч. Человек и сожжено значительное число домовладений. 1655. Во время русско-польской войны 1654-1667 войска Ф.Ф. Волконского 25 сентября заняли Пинск, разграбили его и сожгли. 1705. На средство князя Михаила Вишневецкого и его жены Екатерины основан католический костел Бернардинцев. Просуществовал до 1832 года. 1710. В Пинске, Парахонске, Плещицех, Морозовичах, Лопатиня, Колбах побывал Василий Никитич Татищев, автор пятитонной истории российской, ученый, дипломат, путешественник. 1717. В Пинске великий гетман литовский Михаил Сюроца и Вишневецкий построил монастырь Бернардинцев. 1782. На северо-восточной окраине Пинского предместья Каролин построен каменный костел, известный сейчас как костел Карла Барамия. 1784. Пинск посетил король польский Станислав Август Понятовский, который присутствовал на церемонии закладки первого камня дворца Бутримовича. 1793. 23 января, после второго раздела Речи Посполитой, город вошел в состав Российской империи. Во время Отечественной войны 1812 года Пинск был занят французскими войсками, разграблен и частично сожжен. Поражение Великой Армии Наполеона в войне против России положило начало крушению Европейской империи Наполеона I. 1812. Отечественная война 1812 года на Пинщине. Отряд полковника Жахова разбил в Пинске отряд французов и взял в качестве трофея пушки. 1831. Около деревни Невель русские войска разбили пинских повстанцев под руководством Цейтуса Пусловского. 1858. Рядом с Лещенским монастырем заложен городской парк. 1860. В деревне Поречья начал работу сахарный завод Скирмунта. 1884. В декабре началось движение по железнодорожной ветке Пинск-Лунинец. 1885. В Пинске начал работу судоремонтный и механический завод. 1892. В Пинске была построена спичечная фабрика Прогресс, Вулкан. 1897. Население города составляло 28 368 человек, в том числе 2957 евреев, 3625 русских, 1420 белорусов. 1904. В марте в Пинске появилась телефонная сеть. 1910. В Пинске, 36 409 жителей, из них 26 626, евреи. Услугами телефонной станции пользовались 196 абонентов. 1911. В ноябре в Пинске начались первые сеансы кино. 1915. 15 сентября во время Первой мировой войны Пинск был оккупирован немецкими войсками. В составе Украинской Народной Республики. 1917-1920. 1917. 20 ноября Третьим универсалом провозглашена независимость Украины, состав которой вошел и Пинск. 1918. 3 марта подписание Брест Литовского мира, где одним из пунктов стояло решение о признании Пинска за УНР в качестве уездного города в составе Полесского округа. 1918. 1918. В Пинске создано всеукраинское общество просвета имени Тараса Шевченко. 1918. В Пинске создан кооператив. 1919. 1919. В Пинске произошло восстание, в итоге украинские солдаты частично покинули черту города. Последние части УНР покинули Пинск после эмиграции правительства за рубеж. В составе Польской республики. 1921-1939. Коллегиум иезуитов. 1919. Пинская резня. В 1919-1921 годах проходила Советско-Польская война, которая шла с переменным успехом. Парижскому мирному договору территория Западной Белоруссии, в том числе и Пинск, перешла к Польше. Пинск вошел в состав Полесского воеводства. 1921. 7 сентября произошел пожар центральной части города, который ее практически полностью уничтожил. 1924. Основан Пинский краеведческий музей. Открыт в 1926 году. 1936. В Пинске открывается Большая сельскохозяйственная выставка в городском парке Леща. Перед выставкой издан информатор М. Пинска, своеобразный справочник города 1936 года. 1939. 20 сентября части Красной Армии занимают город. Пинск вошел в состав БССР. В составе СССР. 1939. 1939. В Пинске открыта детская музыкальная школа. 1940. 15 января открыт Пинский автобусный парк. Первым руководителем стал Г.А. Воевода. 1940. В феврале был организован Пинский государственный медицинский колледж. В то время, фельдшерско-акушерская школа. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Первым ударом подверглась и территория БССР, уже в первые месяцы войны оказавшиеся под оккупацией. Во время оккупации на белорусской территории развернулось крупнейшее в Европе партизанское движение. 4 июля 1941 года Пинск оккупировали немецкие войска, эвакуировавшаяся в Москву Регина, Зося, Каплан, член Белостокского областного совета депутатов трудящихся и глава Белостокского областного комитета МОПР в своей записке Соломону Лазовскому и Георгию Маленкову. Записка поступила Маленкову 23 июля 1941 года. Описывала бегство партийно-советского руководства из Пинска. Пинский областной комитет партии во главе со всеми секретарями и всем аппаратом убежал из Пинской области, хотя там немцев не было. Убегая в панике, дали приказ взорвать военный городок. Взрывы складов в военном городке привели к неслыханной панике среди населения, которое стало в беспорядке убегать из города. Ввиду создавшегося без власти различный сброд и по сообщению ряда ТТ, польские стрельцы стали грабить город и пьянствовать. 1941-1944. Пинск в составе Рейхскомиссариата Украина. Издавалась Пинская газета. 1942. 28 октября уничтожено Пинское гетто, все его жители около 17 тысяч. Человек убиты. 1944. 14 июля 28 и 61 армия, а также Днепровская военная флотилия освободили город Пинск. Памятник партизанам Белорусского Полесья. 1946. 10 августа началось движение на первом городском автобусном маршруте. 1949. Четыре автобуса начали обслуживать загородные линии, связывающие Г. Пинск с районными центрами. 1953. Был взорван костел С.В. Станислава, началась реконструкция иезуитского коллегиума, было начато строительство площади Ленина. 1954. 1954. 1 августа ликвидирована Пинская область. 1955. 26 августа образован индустриальный техникум. В настоящее время, филиал учреждения образования Брестский государственный технический университет Пинский индустриально-педагогический колледж. 1956. Снесены рыночная площадь, а также еврейская Великая синагога. 1961. 30 мая на Пинском участке начало курсировать водное такси. Маршрут от Пинска до Качановичей. 1968. Колледж. Пинское медицинское училище. Переехал в новое помещение по улице. Рокоссовского номер 6, где и располагается в настоящее время. 1968. 28 декабря, этот день красной строкой вошел в историю древнего Пинска. Состоялся пуск первой очереди гиганта легкой промышленности, крупнейшего в Европе комбината верхнего трикотажа. 1969. 17 мая в Пинском аэропорту впервые приземлился турбовинтовой грузопассажирский самолет Ан-24. 1980. Коллегиум, музей Белорусского полесья. 1980. 19 мая постановлением номер 280 из полкома Пинского городского совета народных депутатов был утвержден герб города. Автор, Александр Леонидович Векслер. Герб Г. Пинска. Герб представляет собой вертикально расположенный щит с горизонтальной разделительной полосой. В верхней части над разделительной полосой изображен на красном фоне лук с натянутой стрелой, старый герб города. В нижней части на синем фоне изображены теплоход и вода, которые символизируют судостроение и портовый город. Шестерня, символизирующая промышленность, связанную с металлообработкой. Бобина пряжи, легкую промышленность. Дренажная трубка, мелиорация. Окантовка щита с разделительной полосой, лук со стрелой, теплоход. Шестерня и детали дренажной трубки, золотые. Наконечник стрелы, синий. Бобина, белая с черной полосой. Вода, сине-белая с волнистыми линиями. Все детали обведены черным абресом. 1981. 14 февраля открыт новый кинотеатр Победа. 1983. 14 августа состоялось открытие спортивно-технического комплекса по улице. Рокоссовского. 1987. 17 января открыто здание нового автовокзала. 1987. 5 апреля к новому Пинскому порту причалило первое судно. 1989. 7 ноября в Пинске открыто новое здание Центральной библиотеки. В составе Республики Беларусь. 2006. 5 апреля открыт Полесский государственный университет, высшее учебное заведение. 2007. Во время реконструкции Центральной площади города были обнаружены захоронения, приблизительно 17 века. 2010. 25 октября на заводе Пинск-Древ произошли взрыв и пожар, унесшие жизни 14 человек. 2015. Пинск признан победителем Республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь. В микрорайоне Радужный построена новая средняя школа номер 10. 2019. В январе Пинск принял статус культурной столицы Беларуси. 15 мая Пинск принял эстафету огня два европейских игр. 2020. Пинск торжественно принял эстафету молодежной столицы Беларуси 2020 года от города Арши. 2 июня введен в строй после реконструкции автомобильный мост через реку Пина. Географический центр Пинского района располагается в 186 километрах восточнее Бреста и в 304 километрах юго-западнее Минска. Город расположен в устье реки Пины, давшей название городу, впадающей в Припять. Рельеф территории, на которой лежит Пинск, ровный, слабо понижающийся к пойме Пины. В историческом центре города, около городского парка, Пина впадает в Припять. На территории Пинска река притоков не принимает. Пинск находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Минское время. АТК плюс 3. Климат умеренно континентальный. Из-за влияния морских воздушных масс характерна мягкая зима и умеренно теплое лето. Циклоны, которые являются причиной этого, перемещаются с Атлантического океана с запада на восток. Средняя температура января. 3,4 Си. Июля 19,1 Си. Годовое количество осадков, около 600 миллиметров. Количество дней, с температурой выше нуля, 253. В среднем, за год наблюдается 165 дней с осадками. Площадь города, 4736 гектаров. Город расположен в окружении лесопарковой зоны Луги. На территории Пинска имеется ряд парков. В том числе городской парк культуры и отдыха им. Днепровской флотилии, детский городок на улице. Завальный, и скверов. Ландшафты, окружающие город, в основном антропогенные, сельскохозяйственные угодья, дачные поселки, встречаются отдельные лесные массивы. Сосна, березы и тому подобное. Река Пина огибает древнейшую часть города, отделяет его от близлежащих болот. В древности, болота, считавшиеся дном мифического Геродотова моря, служили естественной защитой от захватчиков. Ранее Пина и Струмень, называемые полешуками верхнее течение Припяти, сливались напротив старого замка. Руслы реки в черте города, изрезанная ширина, 35-55 метров. Пинск, центр мелиорации Полесья на несколько десятилетий. В данный момент в городе продолжает свою работу Рупполесьеги-проводхоз. Пинск, десятый по количеству населения город Белоруссии и третий в Брестской области. Население города интенсивно росло в период после окончания Великой Отечественной войны и на 2020 год достигло около 126,3 тысячи человек. Динамика роста населения Пинска представлена в следующей таблице. Пинск, многонациональный город. По данным переписи 1999 года, в Пинске проживало более 85% белорусов, около 9% русских, около 3,5% украинцев, около 1% поляков, около 0,15% евреев. В 2019 году в Пинске родилось 1432 и умерло 500 человек. Коэффициент рождаемости – 11,1 на 1000 человек. Средний показатель по Брестской области – 11,8, по Республике Беларусь – 10,8. Коэффициент смертности – 9,2 на 1000 человек. Средний показатель по Брестской области – 12,8, по Республике Беларусь – 12,6. По уровню рождаемости город делит с Барановичами 11,12 места среди 23 городов с населением более 50 тысяч человек, по уровню смертности занимает 18 место, по уровню естественного прироста убыли населения. Плюс 1,9. Шестые места – между Солигорском и Мозырем. В 2006 году 19,2% населения было в возрасте моложе трудоспособного, в 2011 году – 17,9%, в 2018 году – 19,2%. В трудоспособном возрасте в 2006 году было 65,2%, в 2011 году – 63,6%, в 2018 году – 59,2%. В возрасте старше трудоспособного в 2006 году было 15,6% населения, в 2011 году – 18,5%, в 2018 году – 21,6%. В 2017 году в Пинске было зарегистрировано 906 браков – 6,6 на тысячу человек, и 425 разводов – 3,1 на тысячу человек. Миграционная ситуация характеризуется неустойчивостью притока и оттока населения. В разные годы в город чаще приезжают или чаще выезжают из него. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата До вычета подоходного налога и второй части страховых отчислений В 2017 году в Пинске составила 682,7 рублей Около 340 долларов, что чуть ниже среднего уровня Побрестской области – 699 рублей Пинск занимает 42 место по уровню заработной платы среди 129 районов и городов областного подчинения Республики Беларусь В городе работает более 50 промышленных предприятий В экономике города занято 57 тысяч человек, из них почти 20 тысяч – в промышленности В Пинске действуют 20 совместных и 4 иностранных предприятий Ведущие отрасли Лесная и деревообрабатывающая промышленность 37,2% общего объема производства Легкая промышленность 27,8% Крупнейшая ООО «Птополесье» Пищевая промышленность 17,1% Машиностроение и металлообработка 11,8% Мукомольно-крупенная и комбикормовая промышленность 4,2% Работают предприятия химической, микробиологической, полиграфической и других отраслей Пинск – город-экспортер На долю промышленных предприятий приходится почти 98% экспорта Более 45% продукции, выпускаемой в городе, отправляется на экспорт в 35 стран дальнего и ближнего зарубежья В 2008 году объем экспорта составил 210 миллионов долл В США Положительная внешнеторговая сальда составила 61 миллион долл США Одним из важнейших экономических партнеров города является Российская Федерация, на долю которой приходится 72,1% экспорта Предприятие ЗАО «Амкадор Пинск» производитель дорожно-строительной техники ОО «Пинский завод средств малой механизации» ЗАО «Пинск Древ» крупнейшее белорусское деревообрабатывающее предприятие ОО «Полесье» трикотажное предприятие ОО «Кузлитмаш» крупное станко-троительное предприятие по производству кузнечно-литейных автоматических линий Речной вокзал Пинск Крупный автомобильный речной транспортный узел Работают два автопарка Пассажирский и грузовой Несколько автомобильных баз Эксплуатацией реки Пины заняты РОЭСК «Днепро-Букский водный путь» В сфере железнодорожного транспорта работает опытный завод путевых машин Общественный транспорт в Пинске представлен автобусами Автобусная сеть Пинска открыта 10 августа 1946 года и насчитывает 44 маршрута Подвижной состав В основном автобусы МАЗ-105, МАЗ-107, МАЗ-103, МАЗ-152, МАЗ-256, МАЗ-251 и МАЗ-215 Ежедневно на городские маршруты выходит более 120 автобусов Пригородное и междугороднее автобусное сообщение осуществляется с Пинского автовокзала Автобусными маршрутами Пинск связан с Брестом, Новогрудком, Гродно, Минском и другими крупными городами Белоруссии Также автовокзал связан с городами ближнего зарубежья, Ровно, Хмельницким, Киевом, Вильнюсом, Москвой, Санкт-Петербургом, Каунасом Железнодорожная станция Пинск открыта в 1884 году Железнодорожными маршрутами Пинск связан со многими городами Белоруссии, России, Украины Поезда дальнего следования через Пинск ходят до Минска, Смоленска, Москвы, Гомеля, Витебска, Киева, Симферополя Через город проходят маршруты пригородных поездов Брест, Лунинец, Дрогичин, Лунинец и другие В советское время в городе действовал аэропорт, который связывал Пинск с рядом городов Белоруссии, Украины В настоящее время используется только для нужд МЧС В городе функционируют более 260 магазинов, более 400 предприятий общественного питания, киосков и павильонов разных форм собственности Торговая сеть коммунальной собственности представлена 28 предприятиями, которые насчитывают 59 магазинов, 4 предприятия общественного питания, 3 базы В городе действуют 6 гостиниц, крупнейшая из которых – Припять Банковская сфера представлена филиалами 11 крупнейших банков Белоруссии В Пинске работает один гипермаркет Евроопт Также в городе работают два магазина сети «Алми» и «Брестской сети Санта» Жилье За 2000-2017 годы жилищный фонд города вырос с 2,36 до 3,19 млн метров На 35% Обеспеченность жильем – с 18 до 23,1 м Поэтому показателю Пинск уступает некоторым крупным городам Республики Беларусь, в том числе Бресту и Барановичам, но опережает Минск В 2017-2019 годах средние цены 1 метр На рынке недвижимости города выросли с 442 до 462 долларов В 2019 году жилье в городе было одним из самых дешевых из крупных городов страны Дешевле – только в Бобруйске, Мозыре и Орше Средняя цена – 1 метр В областном центре примерно в 1,5 раза выше, чем в Пинске В Минске – в 2,8 раз На пике цен на недвижимость в 2014 году цены на жилье достигали 789 долларов за 1 метр В Пинске насчитывается 35 детских дошкольных учреждений Действуют три внешкольных учреждения Городской экологический центр учащихся, центр технического и художественного творчества учащихся, центр детского и юношеского туризма В городе работают 18 общеобразовательных школ Из них три гимназии, кроме того, две музыкальные школы, детская хореографическая школа, школы изобразительного искусства В сфере среднего специального образования представлены семь средних специальных учебных заведений Из них шесть колледжей В сфере высшего образования, в сфере высшего образования, с 2006 года Полесский государственный университет Университет готовит специалистов по 7 специальностям и 12 специализациям. В Пинске расположен ряд специализированных учреждений здравоохранения. В городе действует Успинская центральная поликлиника. Один филиал – Успинская центральная больница, рассчитанная на 600 мест, а также один ее филиал – Уз детская больница. Один филиал – Уз межрайонный родильный дом. Два филиала – Уз стоматологическая поликлиника. Один филиал В городе представлены филиалами Межрайонный кожно-венерологический диспансер, межрайонный психоневрологический диспансер, межрайонный протиотуберкулезный диспансер, межрайонный наркологический диспансер, станция переливания крови, специализированный дом ребенка, станция скорой медицинской помощи, межрайонный онкологический диспансер. Городская больница в Пинске – одна из старейших в Белоруссии. В 2007 году она отметила свое 175-летие. Осуществляет Государственный санитарный надзор по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения Г.У.Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии. В Пинске функционирует Городской дом культуры, Городской центр культуры и творчества, Дом культуры ЗАО «Пинск-Древ», Республиканский музей Белорусского полесия. 35,7 тысячи. Посетители в 2016 году. Городской парк культуры и отдыха, Полесский драматический театр, кинотеатр «Победа», городской концертный зал. Действует централизованная библиотечная система, в которую входит центральная библиотека для взрослых, детская библиотека и семь филиалов с общим книжным фондом 600 тысяч. Экземпляров. В 1986 году построена детская библиотека, в фондах которой более 100 тысяч. В городе насчитывается более 100 коллективов художественной самодеятельности. Хоровые, хореографические, театральные, инструментальные, вокальные, эстрадно-цирковые. 34 коллектива имеют звание «Народный» и «Образцовый». Ансамбль песни и танца «Полесские зори» городского дома культуры носит почетное звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь». В Пинске действует пять учебных заведений, где обучаются более 1,5 тысячи учащихся колледж искусств, детские и музыкальные школы номер один, номер два, детская хореографическая школа, детская школа изобразительного искусства. Раз в два-три года в конце весны, в начале лета в Пинске проходит международный фестиваль фольклора «Палиски Карагот». В последний месяц зимы в Пинске традиционно проходят творческие встречи под общим названием «Февральские музыкальные вечера». Раз в два года в апреле проходит традиционный праздник гитарной музыки «Каролинская фиеста». Также раз в два года в мае проходит музыкальный праздник «Виват» – «Баян». Весной и в начале осени в окрестностях Пинска проходит международный мотофестиваль «Пинск». В 2006-ти городской совет утвердил гимн Пинска. Музыка Олега Венгера, слова Валерия Гришковца. На данный момент в Пинске существует около десяти рок-групп, источник не указан 802 дня. В 2019 году Пинск был объявлен культурной столицей Белоруссии. В Пинске располагается воинская часть 1235. В 1919-1939 годах в городе располагалась речная флотилия военно-морских сил Польши. Пинск – центр Пинской и Лунинице коепархии Белорусского экзархата Русской Православной Церкви, а также центр католического Пинского диоцеза. В 1993 году открыт Пинский Свято-Варваринский монастырь. 12 сентября 2001 года, благодаря усилиям кардинала Казимира Свентика, состоялось открытие возрожденной межепархиальной католической высшей духовной семинарии им. С.В. Фомы Акринского. Семинария располагается в здании бывшего францисканского монастыря. Декрет об открытии семинарии подписал 31 мая 2001 года Папа Иоанн Павел II. В Пинске существует два местных телеканала. Также в настоящее время в городе выходят пять изданий. На территории города вещания осуществляют более десяти радиостанций. Существует и местная радиостанция, которая носит название свое радио. Пинск – второй по числу сохранившихся памятников архитектуры в Белоруссии, после Гродно. На протяжении столетий в Пинске возводились гражданские и культовые постройки, в которых сохранялись не только местные традиции и черты полесского зодчества предыдущих эпох, но и использовались достижения европейской архитектуры. Многочисленные войны и восстания, прошедшие через Пинск, уничтожили большую часть культурного наследия города. В XII веке в центре Пинска был древнерусский детинец с селом, церковью и торговой площадью, вокруг которых полукольцом размещалась деревянная плотная застройка с оборонительными укреплениями. Архитектурный облик города в XVI. Определяли Троицкий мост, две брамы, 14 церквей, три православных монастыря. Лещинский, Варваринский, Богоявленский. В XVII-XVV. Возведены каменные сооружения в центре города. Иезуитский коллегиум и костел, кляштеры и костелы францисканцев, бернардинцев, доминиканцев и кармелитов, ратуша, дворец Бутримовича, в предместье Каролин, замок Вишневецкого, костел Карла Барамея. В соответствии с планами застройки 1800, 1824, 1856 сохранена радиально-кольцевая система планировки улиц, прорезаны две магистрали. Современные улицы Брестская и Первомайская. На севере возникли новые кварталы. В советское время город развивался вдоль реки Пина. В начале XVII век в Пинске начинает формироваться центр города. Основу внутренней планировки города составляли улицы. Источниками для их названий служили личные имена князей и горожан, географические названия, природные условия местности, ремесленные занятия части мещан, национальная принадлежность жителей. В XVI века известны названия улиц. Большая Спасская, Замковая Воровская и другие. Улицы вымощивались лесом, что было особенно важно в условиях большой заболоченности городской территории. Булыжные мостовые на центральных улицах Пинска появились в конце XIX века. В городе сохранилась часть его старинной радиально-полукольцеевой планировки. Возведенная в 1948 году на энтузиазме патриотически настроенной молодежи, набережная стала своеобразной визитной карточкой города. Вдоль всей набережной проходит улица Днепровской флотилии. Последняя реконструкция набережной приостановлена в августе 1991 года. Было решено воссоздать исторический вид набережной, однако проект так и не был осуществлен. Очень часто набережную окутывают густые туманы. Именно эти туманы позволили знаменитому русскому поэту Серебряного века Александру Блоку сравнить Пинск со сказочным градом Китежем. В 2008 году открыта новая набережная, длина которой около 300 метров, находится на территории спортивного комплекса «Волна». В конце 2011 года новая и старая набережные объединились и теперь на новую набережную можно добраться вдоль реки без препятствий. Единственное сохранившееся историческое кладбище в Пинске. Оно включает в себя католическое, православное, еврейское, общегородское и воинские захоронения. Первые могилы на католической части кладбища относятся к началу 19 столетия. Часть надгробия и оград 19, начало 20 столетия выполнены на высоком художественном уровне из ценных материалов, представляют искусство белорусских и пинских скульпторов, камнерезчиков, литейщиков и кузнецов. Кладбище закрыто для захоронений. В 1993 году им придан статус комплексной ценности. Список памятников истории и архитектуры. Дворец Бутримовича. Костел Барамеуша. Мемориал на месте массовых убийств евреев пинского гетто во время Холокоста. Иезуитский коллегиум. Постройка 1631 года. Во дворе коллегиума, трактор-памятник. В здании разместился музей белорусского полесья и детская хореографическая школа. Пинский костел С.В. Станислава. Костел Карла Барамея, памятник архитектуры конца 18 века, принадлежал монашескому ордену братьев-миссионеров святого Карла Барамея. Постройка 1770-1782 годов в стиле барокко в тогдашнем предместее Каролин. Сейчас, городской концертный зал. Отреставрирован, 2013. Бывший монастырь францисканцев с собором Вознесения Девы Марии, один из самых больших архитектурных ансамблей Белоруссии стиля барокко. Костел Богоматери. Дерев. Постройка 1820-го года. Был расположен на кладбище по улице. Спокойный и полностью разрушен в 1990-х годах. Дворец Бутримовича. Постройка 1794-го года. Архитектура, от барокко к классицизму с фрагментами канонической формы. Сейчас, городской отдел ЗАГС. Православный храм Воскресения Славущего. Административное здание Пинско-Лунинице кой православной епархии. Дом по улице. Ленина, 39 с мемориальной табличкой в память о том, что в этом здании учился Хаим Вейцман, первый президент государства Израиль. Свято-Феодоровский собор. Варваринская церковь, бывший Бернардинский костел, 1786. Башня Звонница. Начало 19-й век. Дворянское училище, первая гимназия. 1858 год. Ныне городской отдел образования. Первое здание почты. Конец 1920-х годов. Польский банк. Конец 1920-х годов. Ныне Полесское отделение Белогропромбанка. Театр-казино. 1912 год. Ныне Полесский драматический театр. Жилые дома. 1930-е годы. Улица. Советская 6, улица. Брестская 11. Вторая половина 19. Начало XX веков. Улица. Днепровская флотилия, 5. 1920-1930 года. Частный дом Григоровича, 1920-1930 года. Улица. Комсомольская, 1. Мемориал на месте массовых убийств евреев Пинска во время Холокоста. Мемориальный камень на месте массовых убийств евреев Пинского гетто во время Холокоста. Жилой дом, 1917 год. Улица. Горького, 36, улица. Горького, 70. Банк общества взаимного кредита. Конец 19, начало XX веков. Улица. Заслонова, 8. Сейчас, детская школа искусств. Уездное староство. Конец 19, начало XX веков. Улица. Днепровская флотилия, 33. Отделение Азова-Донского банка, 1912-1915 года. Городской магистрат, 1920-1930 года. Ныне жилой дом, улица. Заслонова, 12. Жилые и общественно-административные здания. Конец ксик с начала XX веков. Ныне дома и типография, улица. Ленина, 38, 40. Характерные жилые дома 1930-х годов, улица. Горького, 44-46. Гостиница Гиллера, 1920-е годы, улица. Горького, 68. Гостиница Басевича, начало XX века, улица. Ленина, 27. Здание банка и магазинов, с 1900 по 1920-е годы. Ныне аптека, магазины, улица. Ленина, 13, 25. Жилой дом, до 1917 года. Ныне административное здание, магазин, улица. Первомайская, 21. Жилые дома и магазины. Начало XX века, улица. Первомайская, 20, 24. Кондитерская и ресторан Григоровича. Начало 20. Ныне магазины, улица. Ленина, 34. Общеобразовательная школа, до 1917 года. Ныне детская школа искусств номер 4, ПЛ. Октября, 6. Гостиница Колодного. Конец XIX век. Ныне административное здание, магазины, улица. Ленина, 5. Амбразуры береговых дотов, боевой корабль БК-92, Братская могила и Вечный огонь. Дом Шмита, 1925-1928 годов. Улица. Ленина, 2. Трактор с Хастас-15-30, выпущенный Харьковским тракторным заводом под номером 1126, попал в белорусский Давид Городок в 1940 году и работал на Давид Городокской МТС. Когда в 1941 году к городу приближалась линия фронта, местный сторож разобрал трактор на отдельные части, смазался ледолом и спрятал его от немцев, закопав в землю. Когда Белорусская ССР была освобождена, трактор собрали заново, и он еще долго работал на полях, получив личное имя капитан. Сейчас этот экземпляр ХТЗ находится возле музея Белорусского Полесья. В настоящее время памятная табличка на нем обновлена. В Пинске размещается специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по грибным видам спорта, воспитанники которой – бронзовые призерки Олимпийских игр 1996 года Тамара Давыденко и Ярослава Павлович. Три чемпионата Европы по мотоболу принимал за последние полтора десятилетия спортивный комплекс Беллоста. По состоянию на 2003 год в городе насчитывалось 128 спортивных сооружений, в том числе три стадиона с трибунами, 50 спортивных залов, 2 бассейна, 11 мини-бассейнов, 38 приспособленных помещений. В спортивных школах города занимаются около 30 тысяч юных спортсменов по 15 видам спорта. Пинск – один из лучших спортивных городов Белоруссии, в 2009 году занял второе место в этой номинации. Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по грибным видам спорта. Воспитанницы – бронзовые призерки Олимпийских игр 1996 года Тамара Давыденко и Ярослава Павлович. Спортивный комплекс Беллоста. Три чемпионата Европы по мотоболу. Шахматно-шашечный клуб. Теннисный корт, футбольное поле, беговые дорожки, бассейны, Ледовый дворец. Спортивный комплекс Волна. Универсальный спортивный комплекс Волна, разместившийся на площади 32 740 квадратных метров, объединяет в себе футбольный стадион с трибунами, медиковосстановительный центр, ледовую арену, бассейн и универсальный спортивный зал. Одновременно посещать его могут более 5000 человек. Спортивное сооружение представляет собой два, трехэтажный комплекс из объемов различных форм и размеров. Ледовая арена Волны введена в эксплуатацию 29 декабря 2007 года. Ширина ледового покрытия – 29 метров, длина – 60 метров. Общая площадь – 8450 метров. Количество зрителей – свыше 600 человек. Футбольный клуб Волна Пинск. В городе есть собственный футбольный клуб Волна. Основан в 1987 году, назывался Коммунальник. 1989-1996. Пинск 900-1997-2005. Домашние игры проводят на стадионе Волна. Вместимость – 3100 мест. Серебряный призер чемпионата Белоруссии в первой лиге, а также четырехкратный бронзовый призер чемпионата Белоруссии. За 18 сезонов, проведенных в чемпионатах и кубках Белоруссии, Волна сыграла 497 матчей. 238 побед, 94 ничей, 165 поражений, разница мячей 806-597. По состоянию на 1 января 2009 года. Мотобольный клуб «Автомобилист». Самый титулованный клуб Белоруссии. Команда основана в 1979 году. 17-кратный чемпион Белоруссии, 6-кратный серебряный призер. 16 раз становился обладателем Кубка Белоруссии, серебряный призер чемпионата Восточной Европейской Лиги 2007 года. Бронзовый призер 2006 года. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии.